Всех приветствую на своем канале. Хочу подарить вам классную технику, которую могут использовать люди после каких-то психозажимов и нервного напряжения, а также которые были в военных точках. У меня папа пограничник был и, конечно, я обратила внимание на эту технику, потому что ее тоже используют люди, которые прошли военную подготовку, либо находятся там. Итак, техника называется «Отпускаю тебя, отпускаю тебе». Ее я нашла на просторах интернета под известным ником «Знахарь» и познакомилась с ней. Я ее попрактиковала, мне она очень понравилась. Так, смотрите. Вообще она очень изумительна по своей простоте и действенности. Именно поэтому я хочу ее вам опубликовать здесь. Простейшая методика. И эпизодически ее используют психотерапевты и пограничники, как я озвучила. Но сильно уж эпизодически. Да и с кучей всякой объяснительной, сознательной, подсознательной и прочей гельштейт-терапии. Ну, в общем, вот это все очень сложно они описывают. На самом деле, работает слегка. Нужна свеча. Любая. Зажигайте ее. Не обдумывайте, не анализируйте. Не надо свечу слюнявить, плевать. Какой-то заговор тоже в этом случае не надо читать. Она, как бы, вот эта техника, она отпускает блоки, комплексы, страхи. Вот этот дикий, дурацкий страх. Проглоченные обиды, нереализованные желания, привязанности к себе, собственноручно, и мертвых, и живых. И также дохов. Но эта техника вообще нужна, как коллекция золотых, как говорили, заговоров, да? А это коллекция золотой техники. Это техника такая. Итак, смотрите, что вам нужно. Тихое помещение. Телефоны, интернеты, будильники отключить. Без резких перепадов света, чтобы было все спокойно. Шторы. Пусть вас, в общем, ничего не раздражает. Вы сидите в одиночестве. Состояние полуголодное. Если хотите кушать, сначала сделайте эту технику, потом кушайте. Итак. Подсвечник такой, чтобы не раздражали эти подтеки, чтобы оно не текло. Небольшой подсвечник какой-то. Хоть что. Что есть под рукой. Итак. Сначала вы делаете технику, а потом едете на побывку или едете домой. Потому что у вас вообще будет совсем другое состояние. Садитесь удобно. Лучше на пол. Прислонившись или облокотившись. Хоть к чему. К стене. Желательно на мягкую. Что-то подстелить. Чуть-чуть помягче. Если нет никакого комфорта, но чтоб что-то подстелить. И желательно иметь под рукой, чем вы будете накрываться. Или плед, или какое-нибудь маленькое одеяльце. Можно включить плавную, тихую музыку. Но незнакомую. Такую, которая не вызывает у вас никаких личных ассоциаций. И не связана с какими-то событиями. Объясню в конце видео почему. Обычную, инструментальную, комфортную. Чтоб вам было спокойно. Зажгли свечу. Смотрите рассеянным взглядом сквозь огонь. Как бы вот фокусировка в зрении. Вы смотрите и немножко так вот его между бровями помещаете. Это, как говорят, область третьего глаза. Дальше вы смотрите, расслабляетесь. Не таращитесь в пламя, не вглядываетесь. А пытаетесь углядеть там что-то такое сакральное. Захотели попить, пьем. Захотели дышать, дышим, носом, ртом. Неважно. Сердце услышали, тоже хорошо. Глаза моргнули, ничего страшного. Вам нужно поймать вот этот дыхание, ритм дыхания своего. Не то, что вам. Сейчас счет не имеет смысла. Просто поймали свое дыхание. Все. И вы его поймали, и вам легче. И в полголоса начинаете говорить. Выключив внутренний диалог. Я отпускаю тебя, я отпускаю тебя. Вы говорите не спеша. Первый раз вы можете сказать это быстро. Потому что вы будете в зажиме. Опять. Я отпускаю тебя, я отпускаю тебе. Так. Вы говорите это. Где-то вот полчаса сидите. Вы какие-то ситуации не должны здесь проговаривать, вспоминать. Окна из жизни не нужно. Просто вы говорите, и вы не думаете, что вы говорите. У вас эти ситуации, они начинают выплывать. Вы сначала расслабляетесь. Говорите, я отпускаю тебя, отпускаю тебя. Потом сквозь этот огонь вы начинаете видеть картинки, которые именно с вашего подсознания вылетать начинают. Они начинают где-то вылетать с 15 минуты. И вот с 15 до 30 минуты у вас золотое время. Поэтому желательно поставить будильник. Вы можете во время этой техники даже заплакать. Бессознательно. У вас могут подняться слезы, кашель. А кто-то из вас на первых минутах захочет вздевать. Но еще раз, вы ни о чем не думаете, ничего не говорите. Те картинки, которые идут, они пошли. И вы говорите, говорите эту фразу. Я отпускаю тебя, я отпускаю тебе. Когда у вас идут эмоции по отношению к себе. Это вина, стыд, злость, жалость. К себе жалость, не любовь. Вы все равно так же бормочите. Я отпускаю себе, я отпускаю себя. Как правило, эта процедура, она переходит в опустошение. Вам может стать холодно, вы можете захотеть спать. Прямо вот где сидите. Поэтому вам нужен будет плед. Свечу гасить. Если вы ложитесь спать, вы не забывайте. Хоть где вы находитесь. Хоть где. Обязательно в жару упорочную емкость туда поставить. Но ни в коем случае вы не засыпаете с свечой. Все. Эта техника у вас где-то на полчаса. После этого вы расслабились, уснули. Даже если вам сразу не получится уснуть. Например, кто-то отвлек или еще что-то. Через час уснете. Но вот этот сон, он будет целебный. Потом вы будете спокойны, как обновлены. Это простейшая методика. Но скольким людям она помогла выпросить за пару-тройку сеансов, а порой и за один. То в чем они годами ковыряли. И ковыряются в этом посторонние психоаналитики и всякие прочие коучи. Вот этой техникой вы можете много снять. В простонародье говорят, это портие. А это то, что вам как-то закупировало ваше сознание, закрепило боль. Это снятие якорей боли, снятие психических. А так, пользуйтесь во благо. Продолжение следует... Продолжение следует...